Добрый, добрый, добрый день, дорогие мои зрители канала Марина Цветы! Мы провели с вами достаточно много времени для подготовки к Новому году. И вот сегодня у меня перед Новым годом останется вам последнее задание. Это достать ёлочные игрушки, украсить свой дом и обязательно ёлочку. В разных странах по-разному ставят ёлочку. В европейских странах до 25 декабря, а в постсоветском пространстве есть даже такая традиция, вы все прекрасно знаете, что даже 31 декабря можно ставить, украшать ёлочку. И никто никуда не опоздал, все спели и 12 часов бой курантов пробил. Все отметили Новый год, а ёлочка пришла в дом буквально уже вечером 31 числа. Я не знаю, когда вы посмотрите моё видео 28 или 31, но в любом случае обратите на этот день особое внимание. Вы понимаете, что украсить дом к Новому году, это, скажем так, ещё может быть своего рода какая-то презентация, может быть. Может быть карнавал, может быть какие-то обряды. И вот такое яркое украшение своего дома, это тоже показатель, может быть, благодарности Вселенной за то, что мы прожили этот год, за то, что мы радостно встречаем его Новый год, мы радуемся, мы верим в светлое будущее. И всё сложное уже позади. Поэтому моё сегодня видео задание будет заключаться в том, что мы достаем все свои игрушки, все свои гирлянды, мандаринки, орешки и украшаем праздничное и с душой, и с любовью свой дом. Ну, несколько слов буквально я бы хотела вам сказать за ёлочки, которые сейчас в нашем доме появились в последние годы. Это искусственные ёлочки. Мы уже всё больше и больше стремимся к минимализму и к тому, чтобы облегчить свой быт, ну и сократить своё время, может быть, в чём-то, в каких-то хлопотах. И искусственные ёлочки, сосны заняли уже очень большое место в наших домах. Поэтому они имеют место быть, они действительно очень компактны, их очень удобно хранить. Вы каждый год не озадачены, где вам купить ёлочку. Нет осыпания иголочек, особенно когда в доме животные, например, или маленькие детки. Вот этот страх, чтобы ребёнок не поранился или не укололся, или животное, может быть, не запрыгнуло на эту живую ель. Это всё, конечно, тоже оправдывает. Ну и если вы ещё традиции наших времён, когда хочется запах ёлочки, сосны, иголочки вот эти вот колючие, веточки по вазочкам расставить, то, конечно, приобретите живую ель или живую сосну. Она, конечно, принесёт вам в дом и запах леса, и зелень, и аромат, и фитонциды у вас будут в доме. Поэтому, конечно, в зависимости от своих возможностей, ну или мировоззрения, обязательно, чтобы у вас в доме была ёлочка. Если нет такой возможности, хотя бы несколько веточек поставьте в вазочку, украсть гирляндами, может быть, какими-то вот такими яркими пятнами, и приготовьтесь уже к встрече Нового года. За ёлочки мы с вами поговорили, искусственные или натуральные. Я буквально несколько слов хотела обратить внимание ваше на игрушки. Сейчас, конечно, современные игрушки – это необыкновенная красота. Во-первых, они все у нас не бьющиеся. Это очень большой плюс. Конечно, они очень красиво оформлены. Здесь и петелечки у нас, и, видите, и бусинки. Очень-очень красиво, конечно, выглядят современные ёлочные игрушки. Но я всегда учу вас ценить то, что мы имеем. И хочу напомнить о том, что обязательно у вас в доме остались не старинные игрушки, но игрушки, может быть, нашей молодости, а может быть, и детства вашего. Пожалуйста, не избавляйте от них свой дом. Вы знаете, я даже хочу сказать то, что эти игрушки достаточно безопасны по сравнению с импортными, такими красивыми на внешний вид. Потому что стеклянные игрушки обычно окрасились у нас внутри. То есть здесь было такое серебро. Разными веществами вовнутрь заливали вот такую колбочку. Определённая технология взбалтывали. И посеребрение получалось внутри. Это своего рода было экологически безопасно. То есть снаружи здесь не выделялся у нас ни фальмадегиды, ни свинец, ни цинк, ни какие-то красители. И эти игрушки, конечно, прежде всего нам несут безопасность. Ну и плюс воспоминания, может быть, нашей молодости. А если нашего детства или ваших родителей, это вообще, конечно, бесценно. Если вы покупаете новые игрушки, мне очень нравится традиция, когда каждый год покупать, но в данном случае у меня нет, на протяжении многих-многих лет. Вот каждый год покупать одну ёлочную игрушку. Так называемую эксклюзивную игрушку. И вы таким способом сможете, вот если даже где-то вы фломастером, здесь маркером, можете написать год, когда вы купили, например, 2015 год, и поверьте мне, пройдут точно так же 20-30 лет, и ваше поколение, когда возьмёт игрушечку эксклюзивную, которую вы купили сейчас, и вот где-то вот тут под шапочкой увидят год покупки ваши, а если на игрушке действительно гравировка будет, например, 2016 год, это действительно тоже будет, ну, необыкновенный такой эксклюзив в вашем доме, можно игрушки покупать осмысленные, а можно покупать вот год, вот у нас сейчас год обезьянки идёт, можно купить игрушечку-обезьянку, и поверьте мне, очень быстро пролетят следующие 12 лет, и когда через 12 лет вы уже взрослая женщина, девушка, выросли подростки, дети, и когда вы повесите на ёлочку игрушку, которая гравирована, например, в 2016 году, вы сразу вспомните, а что же было 12 лет назад, какой был Новый год, какая были вы красивая, молодая, то есть вот эту вот традицию я бы очень хотела, чтобы вы вели тоже у себя в доме, ещё раз заостряю внимание, это всего лишь одна игрушечка в год, но она должна быть особенная, эксклюзивная, и так, когда вы украсите свою ёлочку разноцветными игрушками, я заостряю внимание на то, что если в доме у вас животные, то по возможности вот такие гирлянды стараться не вешать в зоне доступа, потому что животные могут пострадать, а малышам, детки, если у вас в доме, то, конечно, все стеклянные игрушки нельзя внизу вешать, повесьте достаточно высоко, а внизу уже вешайте такие, которые не представляют угрозы, они пластиковые у нас, и вот особенно, чтобы бусинки, ребёнок у вас не отколупал и не проглотил, не дай бог, поэтому внизу вешать можно конфетки, вот такие вот шишечки всякие, мандаринки, то есть всё то, что не представляет угрозу. Есть вот такие игрушки, которые покрыты таким перламутром, но они особенно для деток рискованы, потому что вот может остаться на руке вот такие блёски, деткам привлекает внимание вот такой блески, они, конечно, могут вот у вас снять, игрушка не упадёт, не разобьётся, но она может привести к очень печальным последствиям, поэтому отнеситесь очень серьёзно к выбору игрушек, сохраняйте все свои старинные игрушки, если даже игрушечка пришла в негодность по времени, цветовое, вот именно раскраска, у нас сейчас очень много красок есть акриловых, они достаточно безопасны, вы можете купить, сами раскрасить или белой краской и добавить какие-то узоры, ну а если вы с ребёнком раскрасите старинную игрушку, это вообще будет занятие очень важное, очень нужное, и вы игрушке дадите вторую жизнь, поэтому украшая свой дом, думайте всё-таки о безопасности, особенно когда гирлянды вы вешаете. Очень красиво в последние годы приобрела тенденция ёлочку украшать в определённых цветах, например, красное и золото, то есть это цвет богатства, благополучия. Мне очень нравится ёлочка, вот синий, когда украшена сине-белой гамме такой, это тоже как зиму напоминает, то есть это тоже можно использовать в украшении даже своего дома, вот выбрать какую-то гамму цветовую, вот красно-золотую или сине-белую, или изумрудную, и очень большую популярность в последние годы у нас приобрели белые ёлочки, они уже с огонёчками идут, но это тоже очень интересно, очень красиво, поэтому постарайтесь каждый год добавить какой-то изюминки, какой-то новизны в украшение своего дома и своей ёлочки, и мы уже готовы к встрече нового года и всех рождественских праздников, и встречаем такое чудо, которое бывает только раз в году, на протяжении месяца, как я вам говорила, с 19 декабря, это праздник у нас Святого Николая, до крещения, то есть всего лишь месяц длится чудо, и я желаю вам здоровья, и чтобы чудо не заканчивалось у вас на протяжении всего года. Спасибо вам большое, что вы были на протяжении такого длительного времени со мной, что вы прислушивались к моим видео-советам, я очень рада комментариям вашим. Если вы придерживались моим советам или они просто были вам полезны, может быть я что-то вам подсказала интересное, обязательно ставьте класс внизу моего видео, поделиться для того, чтобы я понимала, интересны вам мои советы, продолжать ли мне дальше направление именно домашний очаг, и напоминаю зрителям, что мне готовится открытие нового канала, который будет называться Домашний очаг с Мариной, мы будем с вами разговаривать о доме, о быте, о религии, о философии, о воспитании, о психологии, то есть будет очень много интересной разносторонней информации, поэтому, пожалуйста, не пропустите анонс моего нового канала, обязательно контролируйте все мои выпуски, и спасибо, что вы были со мной.